Каждый раз, глядя на свою работу свежим взглядом, начинаешь замечать различные нюансы и недочеты, которые, конечно, нужно оперативно исправлять. То, что я увидел сейчас, это некоторая потерянность в пластике персонажа. Все его линии изгиба выглядят очень уж прямолинейно, в то время как в мире живых существ, в мире человека, в мире животных практически отсутствуют прямые и параллельные линии. Всегда есть какие-то интересные изгибы и интересные дуги. Давайте сейчас попробуем вернуть это в нашего персонажа, прежде чем продолжим отрисовку. Для подобных изменений я объединю все слои моего героя в группу, откопирую ее и, как уже показывал ранее, вот так сдвину копию вбок, чтобы впоследствии мы могли сравнить результат с тем, что у нас было. Так, единственное, где-то здесь у нас располагаются вот эти теневые слои. Сразу их выну из этой папочки. Вот все это солью. Ну и давайте просто с помощью ликвифая попробуем решить проблему. Итак, во-первых, что касается этой руки, наверное, было бы интересно добиться вот такой S-образной формы, более пластичной и чтобы кулак сильнее как бы загибался в сторону ноги. Это создаст такую хорошую интересную пластику. Подожму вот эти бронелисты ближе к плечу и, наверное, вот этот элемент сильнее вытяну влево. Опять же, чтобы вот у нас была такая интересная S-образная линия. Теперь давайте попробуем поработать с соседней рукой. В принципе, все то же самое. Попробуем добиться S-образности в динамике руки. Вот таким образом силуэт начинает как-то более интересно играть и сама форма становится более живой. Давайте еще немного поработаем с ногами. Также добьемся и здесь лучшей пластики. Кстати, в прошлый раз забыли мы поработать с рендером вот этих пальцев. Ничего страшного, вернемся к этому. Ну и вот здесь то же самое. Создаем пластичные линии. Наверное, горб у меня излишний сейчас переместился вправо. Чуть-чуть его сдвину. Плечо, наверное, приподниму. Так, ног заострим линию челюсти. И вот этот изгиб также превратим в более динамичную форму буквы S. Ну, собственно, подобные штуки, они придают живость персонажу. Окей, казалось бы, мы внесли незначительные изменения, но обратите внимание, насколько более таким живым и каким-то напряженным стал наш герой. Он как будто гораздо лучше стоит на земле. Вот этот парень, он находится в достаточно нейтральной позе и как бы подвешен, в то время как в этом парне есть некая прукость. Поэтому работать дальше я буду именно с этой версией. И теперь мы перейдем к отрисовке металла. Я уже собрал себе различные референсы, которые помогут мне порендерить железные части. Ну, здесь у нас есть и различные элементы ковки, и вот такие старые потертые доспехи. Я думаю, в общем, вы сами видите, что за подборочку я себе здесь организовал. Буду периодически поглядывать на вот эти железяки, когда буду рендерить моего Назгора. Давайте приступим. Начну, пожалуй, с наплечника. Такой довольно выразительный элемент. Здесь есть что порисовать. Наверное, для начала попробую слегка уточнить границы этих щитков. Попробую добиться ощущения такой очень корявой ковки, очень грубой. На самом деле, чем более грубым является материал, тем грубее мы можем рисовать мазки для отрисовки этого элемента. Что, в общем, хорошо немножко так ускоряет нашу работу. Так, металл, он, в принципе, должен хорошо блестеть, поэтому время от времени сажать такие яркие блики я буду. Ну и, конечно, различные сколы, повреждения тоже буду добавлять. Поскольку в железяках отражается окружающая действительность, скажем так, добавление самых разнообразных цветов сюда будет играть нам даже на руку. Как будто в окружении находятся, ну, различные, в общем, по своему окрасу объекты, и они немного отражаются в железе. Здесь я так наметил себе уже некие болты, которые будут крепить к наплечнику ремень. Давайте попробуем их немного лучше прорисовать. Такие будут очень грубые заклепки. Они могут быть даже разные по размеру и, в принципе, по форме. Как будто кузнец не особо тут старался. Окей. Так, здесь покажем толщину. Ну, равно как и здесь, наверное. Я действительно хочу, чтобы этот элемент, этот наплечник был очень грубым. Кстати, есть такой нюанс, который очень многие, ну, как-то не принимают во внимание. Костюм в CG персонажах является продолжением его характера. Если вы хотите добиться грубости в характере героя, то, скорее всего, и элементы костюма, и элементы одежды должны быть тоже очень грубыми. Или, если вы хотите нарисовать, не знаю, изящную принцессу какую-нибудь, скорее всего, она будет просто полностью погружена во всякие изящные элементы, какие-то узоры, кружева и так далее. Костюм очень сильно влияет на характер героя. И об этом нужно помнить. Ну, и поэтому, естественно, да, когда я сейчас занимаюсь дизайном этого персонажа, мне нужно создавать очень грубое ощущение от его брони и одежды вообще. Кружевные доспехи, в кавычках, сюда, конечно, не подойдут. Я думаю, что в рисовании героев, в рисовании персонажей всегда неплохой идеей будет, ну, как бы, ставить себя на место игрока, который увидит этого персонажа в первый раз и попробовать ощутить те эмоции, которые он должен испытать. Страх, может быть, удивление, или он должен быть ошарашен. Ставьте себя на место игрока, когда делаете графику для него. Старайтесь не забывать, ради кого вообще все это делается. Спускаемся ниже, уже вот сюда, как бы на этот бронерукав. Ну, и намечаем железо здесь. Чтобы правильно передавать материальность, наверное, наиболее классным упражнением здесь будет это рисование натюрмортов. Вы ставите себе дома натюрморты из разных предметов с разными материалами, стекло, железо и так далее. И просто рисуйте их, старайтесь сделать их как можно более похожими на натуру. Ну, и, собственно, это как раз помогает в рисовании подобных вещей уже впоследствии, когда вы применяете это в работе, например, с персонажами. Ну, и также, да, референсы очень сильно помогают. Добавим сюда в наши железяки такие грубые, ну, как бы, пятна на металле, которые можно наблюдать, в принципе, много где. В принципе, такие вещи можно нарисовать инойзовыми кистями, но здесь я предпочитаю работать вручную. Мне так удобней на данном этапе. И поскольку вот эти элементы ржавчины и коррозии, как правило, они все-таки впалые, можно показать это, добавив в свет такие высветления рядом с этими пятнышками. Ну, это сразу делается, скажем так, вот эти железные части более убедительными и достоверными. Посволяет подчеркнуть эту коррозию. Наверное, сразу покажу здесь падающую тень более мягкой кистью, чтобы добиться большего ощущения объема. И, чтобы этот элемент не казался очень дробным, вот так, опять же, мягкой кистью слегка обобщу цвета на нем. То есть вся детализация остается, она просто становится не такой контрастной. За счет чего, в общем, мы делаем такую объединяющую работу. Ну и, в принципе, вот у нас уже, можно сказать, готов наплечник. Буквально несколько еще сколов добавлю. И, в общем, да, вполне можно на таком варианте останавливаться, я думаю. Теперь двинемся ближе к голове и, наверное, перейдем к ошейнику. Абсолютно те же самые принципы, что я показывал сейчас на примере наплечника. Все то же самое попробуем передать и здесь. Кстати, что касается всяких кованых объектов, иногда бывает очень прикольно смотрится, когда вы добавляете такие следы как бы уплощения, то есть такие площадочки на металле. Как будто грань не совсем острая, а состоит из таких вот, ну, как бы приплюснутых углублений. Имитирует, в общем, ту самую ковку. Так, вниз продолжим вот эту часть. Сейчас нужно разобраться, где у нас будет проходить граница ошейника. Наверное, намечу ее примерно так, примерно здесь. Ну и толщина будет спускаться вот куда-то сюда. Что касается верхней части, давайте продлим ее вот до сюда и, опять же, покажем более четко границы, где вот эти тиски будут заканчиваться. Я специально рисую все это таким очень коревым приемом. Ну, я уже говорил о том, что это, в общем, подчеркивает в самом костюме, в этих элементах характер персонажа. Чем грубее мы здесь будем работать, тем лучше. Ну и когда я рисую вот этот ошейник, я заодно параллельно дорабатываю и стык, касание с кожей. Собственно, об этом я говорил в прошлом видео. Может быть, кстати, можем показать здесь такую грубую фактуру металла. Прям совсем грубую. Так, там будет виднеться вот эта скрепительная деталь. И давайте покажем здесь заклепку. Заклепка тоже должна быть грубая. Заклепки, как вы знаете, вообще забиваются молотком, молотом. Поэтому здесь как раз будет много таких приплюснутых поверхностей. Так, здесь вот в касаниях убираем черные обводки. Окей, вот мы сделали сейчас ошейник. Теперь, что касается колец. Ну, тут, наверное, предстоит поработать над ними. Где-то здесь я вижу будет крепление для этих колец. Просто такое округлое, опять же, грубое. так, ну и сами кольца в общем, должны быть довольно толстыми, как мне кажется. Толстыми и корявыми. Ну, а сами кольца, наверное, крепятся к ошейнику тоже за счет каких-то болтов или заклепок. Так, это у нас будет первое кольцо. Ну и здесь у нас снизу еще два. Кстати, сейчас не нарисованы не совсем в том повороте, в котором, по идее, должны. Ну, ничего страшного. Как раз занимаемся уточнением всех этих вещей. Кстати, что касается подробности отрисовки. В принципе, если вы отрисовали более-менее подробно один элемент, то во всех похожих, может быть, менее заметных, вы можете слегка сочетерить и не делать их такими подробными. Потому что цель-то, в общем, в том, чтобы 3D-шники разобрались, как все это нужно смоделить. у них, в общем, уже в качестве референса есть один из элементов. Вот эти соседние мы показываем для того, чтобы показать, во-первых, их наличие здесь, ну и где они, собственно, располагаются, под каким углом. так и вот это кольцо, кстати, совсем не под тем наклоном у меня расположено. Поэтому давайте поменяем это. Оно может быть немножко крупнее, чем соседнее. хотя с другой стороны, по идее, если это вот такие кандалы, вот подобный элемент должен быть и здесь. Поэтому может быть нам и вовсе надо отказаться от кольца и продолжить эти тиски в эту сторону. По идее, с точки зрения конструкции так будет правильней. Я думаю, даже вот этих двух колец будет вполне достаточно для того, чтобы удерживать на сгору. как и в прошлый раз возьму мягкую кисть и кое-где сделаю такое обобщение детализации. и в том числе где-то затемню, покажу тени и более глубокие. Ну так у нас уже есть в общем два металлических элемента и мы можем двигаться дальше. Давайте наконец доработаем рок как одно из орудий Назгора. Для начала я хочу как-то уточнить силуэт самого рога. Знаете, мне начинает казаться, что такое очень острое острее вот здесь создает не совсем правильное впечатление. Мне кажется, оно таким быть не может из-за того, что персонаж очень массивный и если он тем более использует это острее как оружие, скорее всего оно будет немного либо погнато, либо обломано, учитывая вообще массу самого самого босса. Поэтому сейчас в ходе работы над рогом я попробую это в том числе исправить. Опять же попробую сымитировать такой эффект грубой ковки. Рисую вот такие площадочки что-ли. Ну и давайте покажем здесь ряд заклепок. Они могут располагаться очень хаотично. окей. Попробуем сымитировать очень грубую фактуру металла. прям такая крайне грубая обработка. Рисуем клепки. Где-то их наоборот убираем, поскольку они могут казаться лишними. И да, можно уточнить сам силуэт. Как он выглядит. Лучше показать край вот этого ножа. что касается верхней части наверное она будет более грубой и как-то вот так срубленной. Силуэт я еще буду уточнять лишнее сотру. так переходим сюда и покажем такой обод который крепит сам рог к черепу персонажа. Наверное больно носить такую штуку. Я думаю в случае с таким парнем никого это сильно не волнует. Покажем заклепки еще здесь и здесь и наметим границу этой железяки. И давайте покажем ну лучше прорисуем собственно стык с кожей. здесь скорее всего будут некие сочащиеся кровью раны и порванная плоть при этом с какой-то может быть застывшей коростой. То есть нам нужно передать некое ощущение что эту штуку прибили на голову у нас город довольно давно. С одной стороны здесь все еще видна поврежденная плоть из которой периодически может быть сочится кровь. Но в то же время вся конструкция уже давно здесь прижилась и все это должно выглядеть не новоделом каким-то немного объединим все и покажем на вот этих элементах тоже какую-то коррозию. окей сейчас это выглядит довольно брутально давайте что я еще сделаю в этом видео солью все слои и почищу силуэт с помощью маски как я уже сказал конец можно слегка отколоть и все лишнее отсюда убираем заодно можем еще немножко пройтись по силуэту спины по этим чешуйкам и вот здесь убрать все лишнее что касается наплечника здесь у нас еще остался мех но мы его нарисуем уже в следующий раз или может быть через несколько видео ну а пока я считаю этот узел у нас практически завершен на этом данное видео я останавливаю и увидимся уже в следующем с вами был CGFish субтитры субтитры субтитры